Реконструкция набережной реки Псахэ стала наиболее заметным пунктом в процессе благоустройства микрорайона Мамайка. Позаботятся и о рынке на набережной. Место уже очистили. Теперь следует сделать его приспособленным для цивилизованной торговли. Здесь ни в коем случае не должно быть гастрономии и, конечно, вещей. За это вы должны отвечать. То есть о овощи, там, ну, вот это даже хорошо, когда люди идут на море, ну, будем говорить, здесь отдыхающие, там еще что-то. Здесь должно быть вот именно рыночек, где орехи. Без мяса только, лаборатории нет. Все, что есть на сельскохозяйственном рынке, здесь можно торговать. А вот этих строений быть не должно. Многоэтажные конструкции появились незаконно. Разбирательства идут с мая. В отношении этих строений администрация инициировала несколько обращений в суд. Очередное заседание состоится 18 ноября в Краснодаре. Глава поручил сотрудникам полиции ужесточить контроль за тем, чтобы стройка не возобновлялась. На всех стадиях судебного разбирательства, пока объект статус не определен его, то есть это все время идет самовольное строительство. Следовательно, кто находится там, осуществляет строительство, это ведение полиции о приостановке данного деятельности. Дороги на трех улицах Мамайки, Полтавской, Плехановой и Волжской несколько месяцев назад отремонтировали. Но поддержание порядка, считает Анатолий Пахомов, во многом и задача самих жителей микрорайона. И, например, облагородить территорию, которая относится к многоквартирному дому – это задача самих собственников жилья. По словам представителей местного самоуправления, для микрорайона в последние годы сделано много. В ближайшее время здесь появится школа, которую ждали долгие годы. Маленький Вячеслав наверняка будет учиться именно там. Его семье надеются, что микрорайон будет развиваться и дальше. Набережную, которую мы видим с вами, начали немного благоустраивать. В частности, плитку сзади меня выложили. Хотелось бы, чтобы лицо города присутствовало везде. И в центре, и в таких микрорайонах, как наш микрорайон. Очистить от мусора русло реки – еще одна задача на ближайшее время. Выполнение поручений, данных по поводу уборки и благоустройства микрорайона, Анатолий Пахомов намерен проверить через несколько дней. По его распоряжению к 20 числам ноября, к празднованию Дня города, все должно быть сделано.